Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые пчеловоды. Программа с коротковажным снова с вами. Два слова хотелось бы сказать вновь о использовании щавелевой кислоты. Мы в предыдущем фильме рассказывали о том, как происходит воздействие щавелевой кислоты на организм пчел, вернее, через организм пчел на клещей. А теперь мы бы хотели сказать два слова о том, что происходит с пчелами, когда они обрабатываются щавелевой кислотой. Дело в том, что было замечено, что пчелы очень возбуждаются после обработки щавелевой кислотой с сахарным сиропом. Мы решили проверить сами, что же происходит. И увидели, что, во-первых, пчелы начинают активно вентилироваться, и возникает звук, который характерен для аэрации расплода. И, во-вторых, эффект, который мы тоже проверили на своем опыте, температура поднимается до 40-44 градусов. В ульях поднимается температура очень сильно. То есть, пчелы, обработанные щавелевой кислотой с сахарным сиропом, начинают активно вентилировать и обогревать улей. Возможно, это происходит потому, что щавелевая кислота с сахарным сиропом обладает определенным запахом кислотным, который характерен для открытого расплода. Возможно, что пчелы, ощутив этот запах, считают, что они должны активно сейчас вентилировать, аэрировать открытый расплод, которого на самом деле нет. Но при этом они очень сильно разогревают внутреннее пространство улья, и матка воспринимает это как сигнал для начала червления. Вот такие процессы происходят в улье. Они очень характерны именно для этого вида обработки. Возможные причины, так сказать, они являются причинами появления, так сказать, расплода вот этого в неудачное время при осенней обработке щавелевой кислотой с сахарным сиропом. Значит, вот такие эффекты мы наблюдали. Очень интересные, необычные эффекты, связанные с использованием щавелевой кислоты. Кстати, я думаю, что если вы его применяете, щавелевой кислотой с сахарным сиропом, вы сами сможете эти эффекты пронаблюдать. Особенно эффект подъема температуры. Значит, все это, так сказать, является результатом обработки, значит, пчел. И мы считаем, что в своей, так сказать, научной работе, которую мы опубликовали в прошлом году, значит, мы отметили, что возможно, возможно, именно вот эти вот эффекты подъема температуры и вентиляции, они становятся дополнительным фактором, как бы, борьбы щавелевой кислоты с клещами. То есть, вы знаете, что температурный фактор для клеща достаточно, так сказать, серьезен. Вот, и подъем температуры до 43 градусов делает, в принципе, самок клеща не способными производить потомство. И возможно, что если вот эта температура держится там в улье несколько часов, очередная, так сказать, популяция клещей не появится, потому что самки, определенное количество самок, которые находились в самой горячей, так сказать, части улья, обработанного щавелевой кислотой, потеряют возможность воспроизводства. Вот таким вот интересным свойством обладает щавелевая кислота, и так вот она интересно воздействует на пчел. Субтитры создавал DimaTorzok